Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Войнков. На этой неделе мы рассказываем о том, как сформировать светодизайн вашего интерьера. Сегодня мы поговорим о спальной комнате. Обычно спальная комната не предполагает наличие люстры, так как она будет смотреться весьма нелепо над кроватью. Но здесь крайне важно предусмотреть прикроватные светильники. Именно они и станут полем для творчества в нашем дизайне. Выбрав такой вариант, вы получите не только оригинальную дизайнерскую фишку, но и удобный источник света, который позволит комфортно читать книги перед сном и не мешать вашему партнеру. Конечно, их слишком мало для того, чтобы наполнить светом все помещение, поэтому придется спланировать дополнительные источники. Для спальни хорошо подойдут неброские светильники квадратной формы. Отличным решением будет возможность регулировки направления света, так вы сможете подсветить нужную вам зону. Так как света в спальной комнате нужно немного, можно обойтись и более минималистичными квадратами. В спальной комнате свет носит больше декоративную функцию, поэтому не поленитесь добавить оригинальные бра или другие варианты. Например, при помощи этих светильников можно создавать причудливый декор на вашей стене. И напоследок, в каждой спальни есть система хранения. Не забудьте и туда добавить свой источник света. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, делимся с друзьями, а главное подписываемся на канал, чтобы узнать самые свежие новости в теме интерьерного дизайна. Все окончательно.